привет друзья с вами оксана сегодня будем делать кое-что необычное пришла мне идея что нужна мне папка которую я могла бы складывать различные фотографии какие-то билетики и так далее именно по месяцам и вот в общем решила сделать такую папочку то есть это я с целью потом использовать для project life чтобы каждый месяц оформлять в нужном стиле и в общем то я взяла конверты стандартные конверты общем они чуть 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 больше чем опять страничка ну или где-то около того я не знаю как они там правильный размер и я беру доску для беговки и бегу каждый конверт сбоку примерно на 1 сантиметр провожу эту линию беговки если у вас нету доски для беговки это совершенно не имеет значения можно просто по линеечке провести эту линию беговки а можно вообще ничего не проводить а просто сразу загнуть в общем мне просто показалось что так будет удобнее если загнуть вернее если пробеговать и тогда будут все конверты как бы точно одинаковые скажем так дальше соответственно я подрезаю вот такие уголочки режу их под углом 45 градусов тут вот обратите внимание нужно следить за тем чтобы вот этот вот клапан оставался сверху чтоб случайно не обрезать не те уголочки то есть мы обрезаем именно нижние уголочки и потом вот этот вот нижний загибой почему нижние боковые вот эти загибы мы сначала выворачиваем в обратную сторону и потом нам нужно их выгнуть как бы скажем так внутрь а вот эти вот это вот лишнее скажем так бумага который сверху остается мы ее сразу обрезаем по сути ее можно было бы обрезать именно тогда когда мы обрезали уголки просто как-то я сразу не вспомнила про это вот потом все это тоже также вместе вместе сделать сначала обрезаем вот так вот вот эти верхние тоже части и потом вот этот вот эти боковые части которые мы пробеговали потом еще выгнули в обратную сторону делаем этот загиб скажем так внутрь то есть чтобы у нас получилось наша ширина конверта в результате больше чтобы наша папочка все-таки раздвигалась нам на далекое скажем так расстояние то есть мы своего рода увеличиваем ширину конверта за счет вот это вот расширение клапана соответственно я их загнула внутрь и вот этот верхний вот в конверта клапан я просто повернула наверх и вот здесь как раз видно что такой буковкой м такую галочкой внутрь торчат вот эти вот внутренние загибы скажем так и теперь нам нужно все эти конверты между собой соединить я взяла клей помпон помпон или как-то ну по-моему так он называется что-то вроде клея клея этого момента кристалла только не такой вонючий вот в общем то я им уже давно пользуюсь единственное у него такой минус это он довольно таки густой поэтому я его всегда держу носиком вниз и поэтому мне как после каждого использования приходится попользовалась закрыла беру пользуется то есть вот как просто так положить сбоку не получается потому что в общем так и очень по сути я склеиваю все конверты просто вот по этой линии где очень-то натуральный скажем так клей у конверта находится просто по этой части я провожу своим клеем можно было бы наверно провести клеем карандашом просто на сам вот этот клей я конечно рассчитывать не стала бы потому что он со временем рассыхается то есть все равно какой-то клей конечно же стоит использовать ну и я все-таки решила что вот такой клей будет покрепче и соответственно я прикладываю чтобы конвертики друг 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 другу прилегали хорошо изначально хотела сделать папочку на год на на один год поэтому брала изначально по моему 13 конвертов но потом решила что все-таки лучше сделаю как бы большую на два года чтобы она у меня хорошо раскрывалась вот посмотрите сколько у меня получилось здесь конвертов по моему 25 если я не ошибаюсь и взяла и поэтому вот такая огромная гармошка у меня получилась советую кстати говоря когда соединяете конверты если вы берете вот так же много конвертов как и я не один за другим вы наклеивать а сделайте в 2 в 2 или в 3 партии то есть сначала такими партиями сделать а потом уже эти партии между собой склеить и чтобы было удобнее потому что когда наслаивается много конвертов один и другой уже немножечко неуду неудобно склеивать не приклеивать верхние конверты и тут мы просто отрезали вот этот задний клапан который остался и его нужно наклеить вперед там как раз где его не хватает по сути мы перенесли сзади вперед то что у нас не хватало и тогда у нас получится полностью из спереди и сзади закрытой части то есть полностью кармашки готовы и так как я сказала что это хочу хочу я сделать для как-то для бы для того чтобы по месяцам туда складывать различные штучки соответственно мне нужно установить табулятор или как отправили табы в общем я их называю для того чтобы потом на них обозначить месяца у меня есть вот такой вот дырокол вот этих табов но соответственно можно вырезать просто прямоугольнички и приклеить их ночью кому как как грится у кого что есть так как-то и с этим справиться даже простые прямоугольнички вполне сгодятся просто раз уж у меня такая штука есть почему же и не воспользоваться соответственно я просто вот прорезаю нужное мне количество вот этих табов и затем мне нужно приклеить будет сами обозначение месяцев естественно да то есть я беру свой на свой набор с обозначением месяцев так как я сказала что хочу сделать на два года поэтому я соответственно сделать во января 2 февраля и так далее я делаю по два месяца каждый каждого месяца каждого названия вместе делаю по два вот ну и соответственно просто главное потом их в нужном порядке наклеить на сами вот эти кармашки тут как говорится никакой сложности единственное что конечно же нужно подумать о том как вы будете приклеивать эти камены эти кармашки эти табы сами на кармашки я решила что удобнее всего мне сделать это вот таким двусторонним скотчем и соответственно тоненький двусторонний скотч я просто наклеиваю на нижнюю часть вот эти вот этих табов он очень легко рвется поэтому просто наклеила оторвала наклеила оторвала общение никакой никакой сложности нет это двусторонний скотч одна сторона клейка и вторая сторона соответственно будет потом приклеена как бы на сами то бы скажем тогда вот как раз можно здесь это самое дело и увидеть я отрываю просто поверхностный слой и прикладываю именно в вовнутрь единственное что здесь я должна сделать такое замечание что я сначала наклеила здесь вот на самый верхний конвертик но я бы посоветовала все-таки делать это со второго конвертика в дальнейшем я наклеила здесь еще один конвертик чтобы было лучше видно потому что дальнейшем на этот верхний конверт будет наклеена картонка и не очень удобно когда самый первый кармашек именно как бы уже сразу с табом поэтому мой совет сдвинуться на один кармашек вовнутрь скажем так то есть сначала пропускайте один кармашек и начинаю со второго приклеивать и вот как раз можно было увидеть как выглядит вот эта вся конструкция в целом и теперь пришла очередь сделать саму обложку чтобы это все-таки не просто такими конвертиками было а все-таки путево путево скажем так две картонки картонки это плотный картон переплетный или пивной как его там называют я точно не знаю и дальше вот такие они более не такие плотные как картон да это из бумаги но бумага довольно плотные пробегованные в том числе по моим я брала размером как бы шириной 10 сантиметров сами картонки размером с конверт я вам советую у меня изначально я взяла не размером с конверт чуть чуть больше и в общем я потом поняла что все-таки лучше брать вот эти сами как картонки этот пивной картон размером с конверт сами то бы пусть торчат они как бы найдут свое место это не можно не беспокоиться соответственно вот это вот сама вот эта белая бумажка пробегованная я взяла соответственно высотой с конверт до а шириной я взяла 10 сантиметров чтобы сделать хороший запас толщины по 2 сантиметра оставила соответственно на вот эту приклейку и в середине получается у меня шесть сантиметров пробегованных беговала соответственно подряд там через через пол ну не знаю как там в общем как на доске идет я как в каждую и беговала таким образом да соответственно вот я их сейчас приклеила и хочется мне сделать не просто папочку а папочку таким как бы закрывающимся клапаном потому что если я что-то сложу в конвертики в эти да они же как бы ничем не прикрыты хочется все-таки чтобы что-то было прикрывающие поэтому делаю такой клапан соответственно точно такая же по ширине и по длине еще одна бумажка тоже также пробегован на 6 сантиметров но и плюсом плюсом я приклеиваю такую небольшой клапан клапан делала совершенно в общем на глазок как мне показалось какая ширина мне показалось вполне достаточной такая и такую я сделала плюс я немножечко еще такой элемент декоративный нести это закруглила уголочки вот и получилось у нас вот как видите такая конструкция скажем так две больших картонки одна маленькая для клапана когда их складываешь вот как раз можно увидеть каким образом все это будет получаться соответственно наши конвертики пойдут внутрь вот как раз можно сейчас это увидеть и и будет вот вот таким образом наша папочка выглядеть плюсом вот этот вот клапан закрывается и естественно не хочется оставлять их просто так беру декоративные такие бумажки как видите вот я размер показываю 1 1 сторона полностью как бы ориентирую на картонку по трем другим сторонам отступ чтобы можно было загнуть и соответственно не долго думая приклеиваю все это на картонку картонку именно саму промазываю обязательно все внимательно по угол по краям все это сначала промазываю ну и соответственно потом весь центр и приклеиваю саму сам вот этот листочек ориентируясь на набеговку и как бы примерно вот так вот то есть одна сторона у меня по краю картонки три других стороны выступают как раз таки эти три других стороны я буду заворачивать тут соответственно я просто хорошенечко разглаживаю чтобы меня никаких там случайностей не было обрезаю уголочки уголочки обрезаем не под самый край а ну где-то там полтора миллиметра от уголка чтобы все-таки был такой небольшой запас загнуть скажем так эти уголки чтобы они аккуратно смотрелись и в общем то тут никакой науки большой нету просто промазываем вот эти клапа клапаны и их аккуратненько один за другим заворачиваем прижимаем да то есть промазали аккуратно завернули прижали для того чтобы бумагу всех разный я брала вот эту вот бумагу на которой мне вот эти цветы на напечатаны это 120 грамм на метр если допустим вы взяли допустим какую-то скраб бумагу конечно же лучше тоже опять же по краюшку пробеговать чтобы она легко загнулась на что 120 конечно же она легко и загибается а если у вас какая-то более плотная бумага это уже может быть немножечко более проблематично ну и в общем то вот никакой сложности все три стороны приклеены дальше задник я также приклеиваем задник если обратить внимание вот так вот на обратной стороне сейчас будет видно здесь он выступает только с двух сторон здесь соответственно он подрак по ширине по размеру самой картонки а вот по высоте он выступает чтобы именно верхней части загнуть ну и опять же ориентируясь на на вот эти беговочные линии все остальное я промазываю клеем ориентируясь на то чтобы все у меня в общем хорошо было проклеено кстати говоря клеем пользовалась все тем же помпоном хотя наверное вот в этом случае можно было взять не знаю какой-нибудь другой совершенно клей просто мне нравится тем что от него не ведет как бы нету когда знаете промок нет бумага или картон и начинает его как-то так изгибается от этого клея нет такого эффекта загибания скажем так поэтому я и в общем таких всяких ситуациях и пользу соответственно как видите оформлены две стороны и теперь нужно сделать вот эту серединочку между ними здесь дела вот эту бумажечку опять же по высоте чуть чуть больше чем высота по ширине для нахлёст сделал где-то примерно по сантиметру беговка все такая же как и там шесть сантиметров то есть беговку сделал в точности такую же чтобы когда я буду укладывать ее на на предыдущую беговку у меня в общем вот эти сами желобки скажем так они в общем скажем так совпали то есть вот здесь я стараюсь проследить за тем чтобы они все-таки примерно один в один вошли скажем так может быть это и не особо нужно было бы но мне показалось что так будет правильнее чтобы все-таки в дальнейшем сгибалась папочка так как нужно вот ну и соответственно тут я не стала показывать как я загибаю эти стороны в общем тут ничего это удивительного нету и и соответственно здесь тоже так же берут беру опять захлёст на один сантиметр потом беговка и потом по ширине клапана плюс как бы плюс захлёст опять же да приклеиваю обычным способом здесь вот я закруглил закругляю уголки и так как уголки закругленные соответственно нужно их каким-то образом будет приклеить аккуратно ну разрезаю вот такими ну как бы крылышками не крылышками не знаю как назвать такими клапанами небольшими где-то три вот у меня из получилось таких лепесточка скажем тогда соответственно боковые стороны я сначала приклеила потом я приклеиваю лепесточки и потом я приклеиваю уже оставшийся клапан по длинной стороне в общем то тут никакой науки большой нету все довольно таки понятно я надеюсь вот соответственно обратите внимание что также я делал чтобы беговка у меня была кстати говоря по поводу беговки нужно следить за тем в какую сторону ваша беговка выполнена потому что вот сейчас я пока еще делаю наружную наружное оформление но вот этот сам клапан как видите он сейчас оформлен только с одной стороны но он же будет виден поэтому с обратной стороны я тоже буду вот вот как раз я беру листочек который будет с обратной стороны наклеен и здесь беговку нужно было сделать скажем так в обратную сторону здесь опять же я не стала ничего показывать в принципе тут понятно и еще один листок тоже опять же беговка в обратную сторону потому что как бы мне важно чтобы они как как не знаю как пирамидка или не знаю как сказать какое какое слово да чтобы друг 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 друга входили единственное что и сам вот и сам элемент на клапан и сам вот это и вот этот вот вот эта вот полоска они у меня чуть чуть хуже вот этой самой высоты моей моей папочки то есть не знаю там по полтора миллиметра с каждой стороны как бы я убрала то есть это чисто такой декоративный элемент потому что я знаю что вот эти части будут видны все остальное как видите я не оформляла потому что на эти места будут приклеиваться сама папка я сначала с одной стороны конверта опять же все про промазала здесь хорошенечко выравниваю и прижимаю тут конечно очень важно последить за тем чтобы все легло ровненько потому что если ляжет неровненько соответственно потом это уже будет не исправить хорошенько прижимаю ну и соответственно вторую сторону я тоже промазываю клеем потому что она будет приклеиваться ко второй части картонки соответственно соответственно здесь уже немножечко посложнее скажем так но тоже все возможно прикладываете прижимаете смотрите на то чтобы было все подробнее ну как бы ровненько и таким вот образом все прижимаете и приравниваете приклеиваете и по сути наша папка готова осталось только решить вопрос с тем как она будет закрываться я решила взять магниты которые в общем-то магниты на холодильник вот у меня на холодильнике таких вот оказалось несколько просто разрезала таким образом хотят нам сказать что они не особо все-таки крепко держали я потом добавила еще один еще один разрезала еще добавила посередине между ними чтобы ну как бы плотненько держалась вот ну я думаю что можно взять вообще любой вариант магнита какой бывает знаете когда такие маленькие магнитики такие кружочками единственное что папка довольно таки плотные поэтому нужно брать конечно хорошие силы магнит такие магниты которые как для папок ежедневников для ну для сумок скажем тогда используют такие можно брать но я решила так по по легкому пути пойти и взять вот эти просто магниты с холодильника они плоские и общем довольно таки просто с ними справиться было и вот по сути моя папочка готова как видите получилось все очень даже хорошо такое вот у меня получился клапан я я еще раз повторяю что я потом добавила еще один магнит чтобы она все ровненько ну как хорошо мне держалась вот и вот такая вот она огромная гармошка получился она раскрывается в полную ширину в общем я очень доволен тем как все получилось буду пользоваться с удовольствием и вам советую сделать такое же всем спасибо за просмотр пишите свои комментарии если вам понравилось ставьте свои лайки подписывайтесь до новых встреч новую видео совсем скоро пока пока